Добрый день! Не очень обычный, потому что дискуссионные встречи проходят не очень часто в этом зале. Так получается, что в основном здесь проходят мастер-классы, сессии вопросов-ответов, а дискуссии, острые дискуссии, тем более на политические, оклополитические темы не часто. Наверное, это обусловлено и спецификой учебного заведения, где не о политике в основном говорят, а о неких знаниях. Но сегодня и политическая тема, и знания о политике, и некие опыты, которые связаны с политической, оклополитической деятельностью, вполне будут, я думаю, гармонично смотреться в этом зале. О чем нам расскажут и помогут разобраться, с чем нам сегодняшние наши гости, которых я также под ваши аплодисменты с удовольствием приглашаю сюда на эту сцену. Ленар Фанильевич Файзудинов, теория Дарвина, пожалуйста, вот ваше красное кресло. Артем Вячеславович Прокофьев, депутат Государственного Совета Республики Катарстан, ваше кресло. И Марина Юткевич, известный журналист, обозреватель, обозреватель на политические темы в том числе. Пожалуйста, ваше место и ваши аплодисменты, потому что коллега, я думаю, заслуживает бурных аплодисментов. Тема, я уже начал ее немного презентовать, современная медиакоммуникация как инструмент манипулирования субъектами политики. Звучит очень серьезно, очень наукообразно. Я думаю, что наши гости, наши спикеры более просто, что называется, на примерах, на пальцах, раскроют ее нам, разъяснят и ответят на некие наши возможные вопросы или даже возражения по поводу того, насколько это приемлемо, насколько это распространено, что за этим стоит, возможно ли вообще без этого. И если позволите, Артем Вячеславович, я начну с вас, первый вопрос адресую вам, как уже такому состоявшемуся политику, и в этом смысле можно вас назвать вполне состоявшимся политическим манипулятором, номер один в этом зале, наверное, да? Поаплодируем, потому что не каждому удается это делать на просторах страны, вы так это изящно делаете и в Татарстане, и уже где-то там далеко в Хакасии, да, если не ошибаюсь. Чего только уже мы не видим в ваших социальных сетях, да, где вы работаете и какую роль вносите в тельные политические компании. Так вот, возможно ли политика без манипуляций, и что с вашей точки зрения есть искусство манипуляции в политике, и зачем вообще все это нужно? И что, так, глобальный вопрос, давайте на него конкретный ответ. Ну, во-первых, да, меня очень смущает, вот я действительно, как зашел в это здание, мне до вас еще, по-моему, три человека тоже сказали, что я манипулятор. Вот, ну, с таким вообще я сталкиваюсь впервые, чтобы меня так характеризовало, нет, мне кажется, здесь как-то предварительно оно уже сформировано. Да, я на самом деле манипулятором, конечно, себя не считаю, и мне кажется, это, вот, на самом деле, в определенной мере, такой миф, что сейчас вот как-то вот эти новые технологии, они позволяют манипулировать людьми, да. На самом деле я вижу это немного по-другому. Как раз-таки эти технологии, они сделали наше общество более открытым, и у нас есть больше каналов взаимодействия, и это уже не односторонняя коммуникация, вы хорошо это знаете, поэтому это, наоборот, не манипуляция. Манипуляция — это как раз телевидение, это радио, где односторонний канал, и вам какую-то информацию постоянно вкладывают в голову. Здесь же у вас есть много каналов, вы сами можете с людьми, которые что-то обращают вам через социальные медиа, тоже им писать, свою точку зрения отстаивать. И в конце концов у вас есть выбор, он очень широк, поэтому здесь, напротив, не манипуляция, это новое общество, и это гражданское общество, в лучшем смысле этого слова. Общество наше, благодаря вот этим возможностям, которые сегодня есть, оно меняется. Если уж говорить о манипуляциях, да, как вы этот вопрос поставили, то тогда у нас сегодня общество изменилось каким образом? Если раньше у нас были центры манипуляции, которые находились под контролем политической власти, да, это прежде всего такие ключевые СМИ, то сегодня каждый человек стал манипулятором, понимаете? То есть если это с такой точки зрения рассматривать, то тогда можно и обо мне говорить таким образом. Потому что сегодня у каждого есть смартфон, я уверен, в этом зале у каждого. Есть кто-нибудь, у кого нет смартфона в этом зале? Ни одного человека, вы видите? То есть они все вооружены в полной мере. То есть если есть смартфон, этот человек не только потребляет информацию, он ее может и созидать, может свою точку зрения транслировать. Ведь то, что произошло на самом деле, вот про Хакасию можно говорить, да, конечно, там мы увидели, как социальные медиа, они уже играют большую роль, чем там региональное, по крайней мере, телевидение и средства массовой информации региональное, это очевидно. С федеральными пока вопрос открыт, хотя там вы знаете, что федеральные СМИ работали против лидера гонки, кандидата Коновалова. Тем не менее, он победил. Но это и происходит у нас в Татарстане, который часто воспринимается как такой вот консервативный регион. Вот смотрите, я этот пример привожу, я не знаю, слышали ли вы его или нет, но мне кажется, это очень важный пример, и он не только политический, что очень значимо. Речь идет об обсуждении генерального плана Казани, которое состоялось в прошлом году. Вот предыдущий генеральный план обсуждался 10 лет назад. И вы знаете, когда сегодня произошли эти обсуждения у чиновников мэрии, у них действительно, я вот с ними общался, у них были вот такие очень удивленные глаза. Они говорят, что происходит? Вообще, как так люди действительно обсуждают генеральный план? Вот здесь они приходят со своими альтернативными предложениями, они самоорганизовываются в какие-то группы, поделились там на части, на какие слушания пойдет, кто готовит документы, кто отправляет запросы, кто там приходит на круглый стол, кто идет на прием к чиновнику. То есть это произошло всего лишь за 10 лет. И им говорили, чиновники мэрии, вы послушайте, но это было в прошлом генеральном плане 10 лет назад, это же просто оттуда взяли. Они говорят, нас не интересует, что там было, мы сейчас это увидели, мы это обсудили у себя там в поселке, я не знаю, там в доме, в подъезде. И нас это не устраивает, мы хотим по-другому, вот наша альтернатива. И знаете, чиновники вынуждены идти, и это хорошо, это есть диалог на уступки. То есть все, по сути, почти все вопросы, кроме тех, где завязана третья страна, это авиазавод или Газпром, они скорректировали с учетом предложений жителей. Ну разве это не гражданское общество? Разве вот то, что появились такие коммуникации, это манипуляция? Нет, я наоборот считаю, это совершенно новое общество, которым мы уже живем. Это не будет будущее, да, это уже настоящее. Спасибо. Поддержим. Я пока воздержусь от вопросов, которые возникают в связи с вашим выступлением, для того, чтобы мы могли услышать точки зрения еще ваших коллег, наших спикеров. И если позвольте, я вот Марине бы передал слово. Я извиняюсь, что безочетно, у нас у журналистов так принято, у нас нет отчества, да? Мы всегда как-то по имени, по имени всю жизнь. Вот ваша позиция по обозначенному кругу вопросов, ваш взгляд на это. Тем более, что вот нас, кстати, медийщиков, особенно журналистов, обвиняют как главных манипуляторов, особенно в ходе политических кампаний. И даже сейчас то, что было сказано, вот телевидение, радио, да, вот это манипуляции. То есть пропагандисты, короче, ваш взгляд? Ну, вообще для меня вот эта предложенная тема была большим сюрпризом. То есть я хотела скромно посидеть, помолчать и послушать, потому что это такой новый поворот для меня, такое неожиданное переживание. Это, оказывается, СМИ и массовые коммуникации прессуют и давят на власть. До сих пор я полагала, что как-то вот оно все иначе. И хотела, значит, скромно помолчать и послушать более опытных товарищей. Но теперь мне кажется, что мы все примерно одинаково понимаем вот этот дискурс, да? И, ну, хотелось бы, конечно, чтобы кто-то был с другой стороны, мы с Артемом, как правило, более-менее одинаково относимся к тем вопросам, которые обсуждаются. Но я просто хотела, вот как я для себя понимаю, обозначить место СМИ и социальных коммуникаций, ну, социальных источников, социальных сетей. А вот в жизни общества, то есть мы все знаем, как Европейский суд определил, да, сторожевые псы демократии. Но для меня просто, как только я вошла в это здание, я вспомнила, когда я училась в университете, это здание было клиникой. То есть, ну, реально лежали больные, у нас была практика, поскольку мы, значит, будущие медсестра запаса были. Так что, да, я бывшая будущая медсестра запаса. И вот как раз на этом втором этаже были палаты. И в палате, если я не ошибаюсь, слева от центральной лестницы, вот здесь вот, где-то, это была палата на несколько мест, но там лежал один человек. Я до сих пор помню его фамилию, Карташов. У него была желтуха. То есть это не был инфекционный гепатит, у него просто непонятно почему разрушалась печень. То есть, ну, ему делались имптоматические какие-то дела, но определить причину этого не могли. То есть это не были наркотики, это не был алкоголизм, это не была инфекция, а это было вот... То есть он просто лежал весь желтый и умирал, и все знали, что он умирает, и он знал, что он умирает. Вопрос был времени, никто ничего не мог понять. Дверь просто скромно обходили стороной. Вот в отсутствие честных СМИ и социальных коммуникаций государство – это вот такой гражданин Карташов, который, ну, просто умирает. Почему? Никто не знает. Обследовать существующими в возможностях государства и в парадигме идеологическое государство средствами его невозможно. Почему ему плохо, вот, господа доктора из власти, они не могут никак понять, они думают, что, может быть, еще что-то запретить, да? Ну, может быть, кислород ему прекратить давать, может, он тогда как-то очнется, взбодрится и пойдет поискать кислород самостоятельно. Вот СМИ и медиакоммуникация – это возможность поставить нормальный диагноз. Мы иногда думаем, что мы сами его ставим, но на самом деле наш диагноз неполный. Скорее мы вот должны правильно описать симптомы и позволить нашему читателю пойти дальше. То есть рассуждать, почему так. Может быть, тогда среди наших читателей окажется кто-то, кто сможет достать это лекарство или заставить кого-то достать это лекарство. Вот, Артем Валяйчин, например. То есть вот таковы наши полномочия, как я их представляю. Спасибо. Ну, и что, Артем Вячеславович не расстраивался, я все-таки манипуляторами не только вас называю. Ленар Фаневич, это ведь не только теория Дарвина, это и Российская ассоциация по связи с общественностью в вашем лице. Вот уж, казалось бы, тоже один из центров, который профессионально занимается в том числе и манипуляциями, потому что часто задачи ставятся такие – из точки А дойти в точку Б по неизведанному пути. И чтобы дойти все-таки в эту точку, приходится применять самые разные технологии, в том числе и манипуляции. Итак, ваш взгляд на то, насколько это присутствует, насколько это допустимо, и насколько это неизбежно в политических технологиях, при политическом движении. Спасибо. Можно я отреагирую на предыдущие реплики и объясню Артему, почему мы считаем его манипулятором? Все очень просто. Вообще история манипуляции в России придумала коммунистическая партия. Они изобрели государственную программу манипуляции. Они заложили основу для этого явления, как для системы отношений с гражданами. И эта история, когда мы рабочим передадим власть, а крестьянам дадим землю – это же гениальнейшее изобретение, манипулятивное. Когда рабочим не дали власти, а крестьянам не дали земли. И Артем, конечно же, как политик, существует в лучших традициях, в лучших практиках коммунистической партии. И в этом смысле я им восхищаюсь. Потому что он один из самых активных депутатов Государственного совета. Один из самых активных, может быть, граждан социальной сети. И он крайне активно использует приемы манипуляции. Я давно, Артем лично знаю, давно читаю его Инстаграм. Пару заголовков оттуда зачитаю. И скажите мне, что это не манипуляция. Его пост начинается. Как можно потратить миллиарды рублей из федерального бюджета, выделенных на помощь людям, так, чтобы люди вас возненавидели? Сама постановка вопроса предполагает ответ – никак. И что все сделано плохо. Дальше ты не читаешь. Но сразу формируется понятное отношение к тем людям, кто… Это раз и не правда. Вот самое интересное. Это чистая правда. Вот. Классический прием коммунистической партии в манипуляции говорит о том, что это правда. Спасибо. Второй пост. Про парня, которого избили в Тульской области. Тульская область, Татарстан. Как они связаны? Я понимаю, что Артем крайне сердобольный человек. И помогает в том числе гражданам Тульской области. Начинается текст со следующего. Дорогие друзья, помните, как полсотни членов спортклуба из Подмосковья прибыли в Татарстан на слушание Васинова для убеждения в необходимости и безопасности мусоросжигательного завода? Как тогда рассказывали экологи, именно эти гости выкручивали руки, вытаскивали из толпы, отталкивали от дверей. В общем, вели себя как настоящие бандиты. Сюжет завязывается про Осинова. А дальше следует в качестве иллюстрации активист и блогер Алексей Риттер из Тульской области. Нет, но вы читаете текст. Вы зачем? Почему подмена? Если вы читаете фрагмент текста... Я дочитаю до конца, хорошо. Однако выясняется, что силовые методы продавливания так называемой мусорной реформы широко шагают по нашей стране. То есть сначала про Осинова, а потом это широко шагает по стране. Это прям классика просто, когда открываешь любую книжку по манипуляции, прием называется подтасовка фактов. Вот это классический... Нет, в чем подтасовка? Вот просто вы скажите, в чем подтасовка? Совершенно дикий случай произошел в городе Суворов Тульской области. Совершенно дикий. То есть случай еще не рассказан, но он уже дикий. Был жестоко избит вместо активиста и блогера Алексей Риттер. Может быть он там по пьяной лавочке подрался, Артем? Мы-то откуда знаем? Я ваш подписчик. Я же не видел следственных документов. Там есть ссылка на видео, где он все рассказывает. Мы общались с ним. Ну зачем вы передергиваете? Вот вы передергиваете факты. Следующее. Вот смотрите внимательно, подождите. Дорогие слушатели, вот это классика мы сейчас пропитим. Вот сейчас, он берет фрагменты текста. Смотрите, подойдет свои комментарии. Почему места у детских поликлиник превратились в капканы для автомобилей? Места у детских поликлиник превратились в капканы для автомобилей. Артем, какие капканы? У вас есть ребята, кстати? Есть. Да? Вы есть в поликлинику? Конечно. За рулем ездите? Да. Где вы там видели капкан? Послушайте, вот я вам могу сказать, что все, что там написано, это правда. И это обращение людей, это реальность, что она... Мне так нравится не вмешиваться в это, это так вот хорошо, зажигают очень, но все-таки... Вот смотри, если бы он, он работает, мы знаем на кого. Значит, если бы там написала... Его имя нельзя назвать? Значит, аварийное жилье, аварийное жилье, мы все делаем правильно, а то, что там люди недовольны, то, что их выселяют на улице, но это просто они сами виноваты, что мало зарабатывают. Там это была бы не манипуляция, а хороший текст. Слушайте, я это сказал сейчас, нет? Это был бы хорошо, но смысл. Я сказал, что он классический манипулятор с историей в 100 лет. Отсюда, давайте вернемся к исконному вопросу. Мы должны иметь в виду, что теория Дарвина, в коей имеет честь работать наш третий участник, регулярно получает подряды от правительственных организаций Республики Татарстан на проведение разнообразных мероприятий. И это, насколько я понимаю, главный источник дохода теории Дарвина. Поэтому вот мы с вами слушаем такие вещи. Вот еще один пример манипуляции, когда человек не знает сути вопроса, просто наделили меня какими-то несуществующими качествами. Что единственным моим источником дохода являются какие-то проправительственные мероприятия. При том, что фактически вы как средство мать обладает на откровенные разговоры со всеми. Чуть так, если чуть спокойнее, то все-таки вопрос звучал… То есть вы это делаете по собственной инициативе, и… Да, вопрос звучал примерно так. А возможно ли вообще без манипуляции? То есть понятно, всех мы обменили, никто не отмылся, живым не выйдет. Но даже вот манипуляция, скажем, как убедить человека, скажем, следить за своим здоровьем. Ну, нужна какая-то манипуляция. Все мы умрем, но кто-то попозже, да? И тогда ты понимаешь, я хочу быть в рядах тех, кто попозже. И следователь должен сходить, например, сделать прививку. Это же тоже легкая манипуляция такая, да? Вот вообще без манипуляции можно достичь некой цели? Возвращаемся к вопросу. Ну, вот есть цель у партии, есть цель у медиа, есть цель, да? Не важно, кто заказчик, да? Ну, у заказчиков есть цель из пункта А в пункт Б, да? Можно пройти этот путь, не утрируя какие-то вопросы, не манипулируя какими-то… Видите, микрофон тоже манипулирует мной. Значит, какими-то фактами. Это безысходное состояние, когда ты ставишь себе задачу решить на глобальном уровне. То есть какую-то массу людей надо обворожить, сделать своими союзниками. А они, правильно было сказано, у каждого свое мировоззрение, каждый сегодня носитель, в том числе и собственного контента, и производитель его, да? А тут надо их как-то собрать, скучковать, консолидировать. Можно ли это сделать без манипуляций? Все как-то стихли сразу. Моим голосом бы вести спокойной ночи малыши, все бы вот дремали. Я могу сказать, значит, то, что происходит, да, вот та самообсуждение, это очень интересно, на самом деле, с точки зрения вообще вот, скажем, самого факта происходящего, да? То есть когда появились альтернативные каналы коммуникации, они обрели достаточную, скажем так, аудиторию, то вдруг, значит, представители власти, они озаботились о манипуляции. Видите, вот какое беспокойство у человека. А до этого, когда были каналы безальтернативные фактически, которыми можно было действительно вот манипулировать в полном этом смысле, все было прекрасно. Вот смотрите, я в социальных сетях пишу открыто, со своих страниц, вот, все могут ко мне обратиться, со мной тоже дискутируют. А они используют телеграм-каналы анонимные, чтобы критиковать, в том числе меня. И кто из нас манипулятор? Я знал, что этого дойдет. Нет, тот, кто анонимностью прикрывается, которая, на самом деле, это анонимность, не более чем фиговый листочек, да, мы все понимаем, кто и что там. Вот, или тот, кто это делает открыто. Я считаю, что манипуляция это тот, кто скрывается за анонимность. С точки зрения языка мы все, мы все все понимаем, это классический прием манипуляции. Раз уж мы говорим про манипуляцию, давайте в языке ее фиксировать. Я же с большим уважением к Артему отношусь, да, и считаю, что он мастерски владеет и языком манипуляции, и крайне мастерски владеет приемом политической манипуляции. И, конечно же, он это делает исключительно в интересах своих политических убеждений. И в этом смысле, конечно, это крайне цельный политик. И политика не может существовать без манипуляции, потому что сегодня перед Артемом его электорат. В сентябре был выбор в Государственный совет. Артем, безусловно, желает оказаться в этом Государственном совете. И ему крайне важны ваши голоса. И поэтому, когда он к вам сейчас апеллирует так ярко, красиво, очень эмоционально, используя манипулятивный язык, я предлагаю это подчеркивать для того, чтобы это было честным. И когда мы декларируем честную политику, мы должны говорить о том, что вот сейчас я сказал классическую манипулятивную фразу для того, чтобы завоевать ваше внимание, и вы проголосовали на будущих выборах за меня. Ну смотрите, вот здесь очень важная история, да, меня всегда поражает, да, вот что меня критикуют, что якобы, там, значит, я занимаюсь, там, пиаром, значит, еще что-то, да. Вот смотрите, ведь политики, они должны служить людям. То есть действительно те, которые есть общественные запросы в обществе, мы и должны ими заниматься. Но они считают по-другому, что все должны молчать о проблемах. Потом, когда все-таки, значит, кто-то соизволит какие-то там мизерные проценты, их будет решаться, да, вот, но это никоим образом не должно быть связано с оппозицией, как вот был пример с льготами на капремонт, да, когда через год вносят фактически мой же закон и принимают уже от своего законопроекта и уже принимают от своего имени, да. Но самое главное, вот как должно это работать? Или должны быть политики, которые служат людям, да, и на их запросы отвечают и предлагают решения, или должно быть, как на участке 2019 в Набережных Челнах, вот, на днях опубликовали видео, где просто, значит, у нас закидывают туда бюллетени, и потом у нас приходят молчаливые политики, правильные, которых любит теория Дарвина. Бандитов на участковой избирательной комиссии, которые от КПРФ были наблюдателями. Так, нормально. Смотрите, мы, кстати, сделаем все, чтобы... Нормально у нас, да. Да, в 2019 году не было, как на участке 2019. 2019. 2019, как где выбрасывали, там. Я думаю, только ваши аплодисменты могут сейчас чуть-чуть накалывать, вернуть в исходное состояние. Вы сами вспомнили. Артем, тема с капремонтом не зацепила аудитория. Сейчас. А это вот, кстати, к вопросу... Что-нибудь более модное, понятно, но молодые ребята... Здесь, скорее, вот, да, вы чуть ошиблись, когда сказали, что это электорат вот соответствующей партии. Не электорат думаете? Скорее всего, не совсем. Это правильно, Реклама. Не голосуйте за коммунистов. Я предполагаю. Нет, нет. Я успел их зацепить. Он агитирует, я нет. Мне прикольно. Значит, вы сами вспомнили телеграм-каналы. Давайте, кстати, вот про них, раз уж вспомнили. В общем, люди сидят, они сделают все как надо. За вас не будут голосовать, не переживайте. Вот каждый политик, вот звучало в выступлении каждого, желает обозначиться и наиболее громко, доступным языком, в том числе и посредством манипуляции, довести свою позицию до широкой общественности, в том числе обозначив и себя. Не забыв себя, а что, в конце концов, иначе он не получит поддержки. И как же так случилось, что в политической игре, в политических целях самым активным образом стал использоваться в последнее время телеграм, где все как бы анонимно. Вот объясните, пожалуйста, суть этой игры, этой манипуляции, как вы ее себе видите. Почему он все-таки стал популярный? В чем тогда секрет его влияния? И где, на каком этапе может произойти его авторизация? Или все-таки он нам очень ценен именно в анонимном качестве и как в том числе очень сильный инструмент манипуляции? О, нормально я закрутил, да? Вот теперь выкручиваетесь вы, давайте по очереди. Если вы меня называете анонимным телеграм-каномом, то тогда прошу дать мне маску. Чтобы я хотя бы в образе сидел в аудитории. Потому что я же сейчас не наимен. Я каждому из вас это адресовал, потому что вы просто упомянули телеграм-каналы. Мы же просто сейчас не называем канал. Можете называть каналы, это всегда интересно. Они набирают подписчиков, может быть, ребята не все каналы знают. Хотя я уверен, что они больше вашего знают каналы и гораздо интереснее подписка у них на каналы. Ну, не такая однообразная, по крайней мере. Он вам льстит? Не льстит эта манипуляция, да? Не могут ни улучшить друг друга. Спасибо. Не только он умеет это делать. Есть всегда запрос на спин доктора. На некую интерпретацию, на некую расшифровку. И традиционно, конечно же, роль спин доктора и расшифровщика любых социальных явлений выполняли эксперты. Это было до изобретения, собственно, нового формата медиа. И эксперты, в общем-то, как и во многих сферах жизни, они годами сидели на этой экспертизе, в общем-то, обладая правом интерпретировать. Не всегда это право было обусловлено их профессиональными достижениями, да? И тем более, что не всегда это право реализовывалось как актуальное право. Телеграм-каналы, в частности, позволили внести в историю экспертизы новый подход. Когда, в общем-то, любой гражданин получает право быть спин доктором только потому, что у него есть телефон, он начинает транслировать свою экспертизу, и эта экспертиза может оказаться востребованной. А почему анонимно-то? Просто сам формат телеграм-каналов, это же игра. И анонимность для администраторов телеграм-каналов и вообще для этой аудитории есть часть этой игры. Это как авторская журналистика. Но, откровенно говоря же, не всегда автор там интересен, не всегда он там какой-то прям глубокий, да, он прям такой аналитик. Но иногда он бывает вот прям наделен правом некой авторской журналистики. Есть разные радиостанции, есть разные журналы, где сидят годами авторы, заслуженные, им там по 30, по 40 лет, и они, значит, с какой-то регулярностью выдают свою авторскую позицию как что-то ценное. Там такие правила игры. В телеграме другие правила игры. И гражданами оказалась эта история востребована. Мы наблюдаем за телеграмом с 2016 года, когда только появился низыгарь, и там было всего несколько тысяч подписчиков. Мы тогда работали на выборах в Государственную Думу. И это стало таким интересным явлением, когда все каналы коммуникации вертикальные, скажем так, работали плохо. Появилась потребность в горизонтальных каналах коммуникации. Когда ты на территории огромной страны передаешь какие-то месседжи своим коллегам, политикам, электорату, и быстро начала расти история с телеграм-каналами именно как форма горизонтальных связей. Когда граждане могут взаимодействовать с друг другом, минуя какие-то другие каналы. Очень важно, что любые социальные сети, и в том числе телеграм-каналы в этой же корзине, они лишают права монополии на информацию с точки зрения традиционных СМИ. И понятно, почему традиционные СМИ не приемлют. Понятно, почему в традиционных СМИ всегда есть некая критика, некий троллинг, некое непонимание, неприятие новых каналов коммуникации. Потому что они понимают, что в этот момент пропадает самая главная монополия на то, чтобы расшифровывать смыслы для широких граждан. А зато у граждан появилась возможность друг с другом взаимодействовать, информировать друг друга, минуя многих администраторов. — Спасибо. Тогда, если позвольте, Марине, вопрос. Вот СМИ. Как традиционные СМИ, с вашей точки зрения, воспринимают это явление? Телеграм-каналы, мы говорим, да, и особенно их анонимность. И как вы смотрите на такую позицию, которая в последнее время часто озвучивается, что телеграм-каналы как раз и пытаются, и очень активно этим занимаются, предпринимают попытки манипулировать как раз традиционными СМИ. Навязываем некую повестку дня или некую трактовку тех или иных событий в повестке дня. Ну и традиционные СМИ вынуждены находиться либо в тренде той повестки, которая им навязана, либо получать обвинение в том, что они просто слишком закостенелы и не воспринимают новых веяний. Ну, мне кажется, навязыванием информационной повестки занимается любой субъект информации. То есть, да, как только что-то происходит, это тебе навязывает повестку, если ты журналист. Поэтому, ну, насколько я знаю, в традиционных СМИ с большим интересом относятся к телеграм-каналам и с большим удовольствием получает оттуда информацию, если речь идет об информации. То есть, с большой радостью. Ну, а рассуждение... Тот же Низыгай в последнее время устроил такой фейспалм, что в Татарстане об этом говорит совсем неловко. Рассуждение – это привилегия любого человека. То есть, я могу выразить просто собственное мнение о том, что, ну, авторы некоторых телеграм-каналов, их рассуждения мне интересны, потому что я вижу, что, ну, эти люди мыслят, да. Другие неинтересны просто потому, что я вижу, ну, люди придумывают какую-то эту историю. Ну, телеграм, он ценен, как любой сегмент социальных связей, он ценен передаваемой информацией. Я считаю так. А устраивать по этому поводу, там, разборки, что, а вы просто старые, вы нас не цените, вы не способны нас понять, ну, это глупо, и это тоже манипуляция. Ну, вы не чувствуете, что телеграм-каналы вами манипулируют или пытаются, во всяком случае, это сделать? Каким образом? Ну, вот когда информационный поток определенный через телеграм-каналы идет, и кажется, что это, ну, скажем, очень достоверный инсайт, очень проверенные факты, а вы как бы об этом не пишете, не говорите, и тем самым, ну, вот, следовательно, вы не в тренде как-то. Вот, ребят, мозги надо иметь, ну, стараться в себе их стимулировать, они на самом деле развиваются. То есть, когда вы читаете что-то, когда человек неизвестный вам, не названный по имени, в телеграм-канале, в любом там, в любом аккаунте, в любой соцсети, в любом мессенджере, вам говорят, я знаю, как это, на самом деле у Путина сегодня был запор, и вот поэтому он вот так себя повел. Вы не торопитесь воспринимать это как правду, только потому, что это модный источник. То есть информация – это то, что может быть проверено. Ну, вы не всегда можете проверить ту информацию, которая вам подается, но отличить информацию от мнений и собственных рассуждений – это доступно любому вменяемому человеку. Поэтому все очень просто. Как можно навязать что-либо, кроме информации? Как можно навязать мнение? Ну, можно вот пытаться сделать это. Но человек, который старается все-таки развивать свой собственный мозг, он таким манипуляциям не подается. Спасибо. Ну и Артем Вячеславович. Ну, первое, да, я считаю, что Телеграм очень переоценен на самом деле. И здесь, ну, несколько причин. Во-первых, это, конечно, никакое не горизонтальное средство, там, коммуникация, как нам сейчас рассказывал Ленар. Напротив, вот даже подумайте, вы же все пользуетесь социальными сетями, то есть в социальных сетях вы можете понять, кто это. Вы можете писать комментарии, да. То есть, что происходит с Телеграмом? Вы не знаете, кто это, как правило, да, вот. И вы никак не можете это прокомментировать. То есть это вертикальное средство, на самом деле, когда на вас спускают информацию, по большому счету. Но почему так произошло, что это стало так популярно? Это первая история, это как раз-таки, что там стали, прикрываясь анонимностью, очень открыто писать. И это очень напугало власть. И поэтому туда пошли бюджеты. Вот, то есть я вот знаю во многих случаях, бюджеты, которые тратятся на Телеграм, они больше, чем на другие социальные сети, да. Хотя, казалось бы, да. А почему? Потому что власть очень напугала эту анонимность, что про них там пишут, а они не знают, кого хватать. Вот, поэтому они стали туда вкладывать деньги. И это, я думаю, выгодно в сегодняшний день. Прежде всего, Телеграм, его существование, вот этих Телеграм-каналов, на самом деле, в большей степени даже власти, чем оппозиция. Власть официально запретила Телеграм-канал. Ну, я знаю, но при этом они туда вкладывают деньги, заметьте, да. Это же, ну, кажется, нелогично. Я убежден, что на сегодняшний момент это прежде всего как раз-таки инструмент, на самом деле, выгодный, скажем так, действующей власти. Вот. И я не вижу там вот большого будущего в том формате, в котором существует Телеграм, его развитие, если наше общество дальше будет, ну, скажем так, развиваться, как это вот сейчас я вижу, благодаря современным средствам коммуникации. Ну, власть, это в нынешнем состоянии, понятно, что она напугана, ей нужны какие-то инструменты, а когда она своего лица говорит, ей уже никто не верит, поэтому она пытается информацию спускать за счет каких-то анонимных каналов. Ну, и это тоже, этому тоже в итоге придет постепенно, скажем, на смену те коммуникации, которые более открыты. Я в этом убежден. Спасибо. А вот что-то у меня вот вопрос все-таки томит, поскольку я вот не зря спросил про запрет. А мы не манипулируем общественным мнением, в том числе, когда вот произносим эту абстрактную категорию власть и преподносим ее большим массам людей, как некую однородную, большую, абсолютно однотипно мыслящую массу. Медиафан такой, да? Да, такой барбос, который вот стоит на выходе, никого не впускает, не упускает. Я обязательно сейчас вам передам микрофон, но вот... Ну, я на самом деле думаю, что, во-первых, есть общее направление движения все-таки власти. Понятно, что это разные люди, но они есть. А касательно запрета телеграммы, ну, давайте так. Его запретили, но он работает, да? Это же можно рассматривать с точки зрения, что у нас там сидят недееспособные люди, с одной стороны. А с другой стороны, можно это рассматривать как прием, что мы привлекли к этому внимание. То есть то, где власть больше всего сейчас работает со своими, значит, спуском своих смыслов, выгодным ей, мы это типа запрещаем, туда люди идут, это же запрещено. А что вы там видите в итоге? Большой вопрос. То есть поэтому здесь надо очень внимательно посмотреть, и вот этот запрет, его надо с разных сторон оценить, на самом деле. Представлю еще одного нашего эксперта, который вот сейчас подошел, Андрей Иеримович Тузиков. Я прочитаю просто такая серьезная должность, декант факультета промышленной политики и бизнес-администрирования Казанского национального института технологического университета, или, как вы разрешили, просто Ильич. Вот. И все-таки, короткая информация, справка. Мы начали говорить о манипуляциях, как... И такой контекст возник, то есть вообще возможно ли без нее обойтись, особенно в политических процессах, в политических коммуникациях, что и где грань недопустимого, когда мы говорим о манипуляциях, можно ли достичь цели, не применяя каких-то соответствующих технологий. Были бурные споры. Если можно, ваш взгляд, ваша позиция вот на так вот общий сформулированный вопрос. Спасибо большое. Вы как бы вот в самом, наверное, топике, который сейчас обсуждается, в нем зашифровано как бы одновременно два очень больших смысла. Смысл первый – это такой, ну, необходимость уточнения понятий, как говорится, да, что считать манипуляцией. И второй – это диалектика взаимоотношений, ну, некой такой общей теории и частных случаев, которые мы встречаем в повседневности. Ну, опять же, вот, если по этой логике как-то комментировать данное обсуждение, то ведь манипуляция имеет абсолютно негативную смысловую нагрузку, да. Это как нечто, навязываемое вопреки интересам. То есть мнение, там, я не знаю, или оценочное суждение, или там инструкция какая-то, да, которая противоречит неким коренным интересам объекта манипуляции. Ну, сразу встает вопрос, да, а вы знаете коренные интересы объекта манипуляции? Почему-то люди говорят, ну, в стиле таких народолюбцев, народовольцев, да, а мы знаем, чего хочет народ. А вы уверены в этом? Так, и вторая, ну, какая миссионерская такая позиция. И типа мы не допустим манипуляции, для этого создадим иные каналы коммуникации. Ну, во-первых, на мой взгляд, мы имеем дело не столько с таким злонамеренным фактом каких-то злодеев, которые хотят увести от некой правды потребителей информации, а скорее мы имеем дело вообще с таким фундаментальным процессом. С одной стороны, а что такое информация, распространяемая по каналам СМИ? Вот не случайно тут прозвучали слова мнения, информация. Ведь в свое время миссия журналиста считалась, как вот там, клятва Гиппократа, да, там, донести до читателей, слушателей, зрителей правду. Да, и не случайно, наверное, главный печатный орган в период Советского Союза назывался «Правда». И если, мол, напечатано, то это имеет свойство истинности. Да, можно было говорить, что... Кстати, это не только Советский Союз такую идеологию исповедовал. Геббельс регулярно, каждый день в ранге министра пропаганды и культуры собирал главных редакторов имперских газет и давал им инструкцию относительно текущей повестки дня, а заканчивал примечательной фразой «И всегда говорите правду, и только правду». Дальше следовала пауза выразительная и финальный аккорд. Но не все. Вот это, на мой взгляд, гениальная фраза, она содержит специфику журналистской деятельности. То есть даже если журналист, назовем так, не наймит, не заказуху печатает, да, не джинсу там всякое, а вот такой искренний идеалист, да, он все равно никогда не знает всю правду. Поэтому он в любом случае будет говорить правду, не всю. Дальше встает вопрос, а что распространяет, вот слово «правда» ценностное, убираем его, что распространяется сегодня по каналам СМИ, если в такую объективистскую позицию встать, некую информацию, да, а что такое информация, ну, некие сообщения, да. Мы говорим, а есть понятие «научный факт», который несет в большей степени смысловую нагрузку истинности, да, поскольку он доказан там экспериментами, там, другими научными методами. А мы имеем дело в нашей, так сказать, медийной деятельности сюжеты, которые на 100% построены на научных фактах? Наверное, нет. Значит, мы имеем дело чаще всего с сюжетами, построенных на мнениях. Мнение чье? Журналистское, да, соответственно, дальше встает вопрос об имидже журналиста, вот у него такая репутация, у него одна аудитория, которому доверяют в большей степени, а вот у этого другая репутация, и у него как бы кредит доверий иной. Но мнение, заметьте, и истина, это две большие разницы, да. Мнений, ну, как там, сколько людей, столько и мнений, да. И вот с этой точки зрения сегодняшние соцсети и прочее, они позволили обмениваться не информацией, на мой взгляд, а именно мнениями. Это такая своеобразная большая коммунальная кухня, на которой можно транслировать десятки и тысячи мнений, да, и претендовать на некую истинность. Есть еще понятие знания, например, да. Знание вроде как тоже нам, если я что-то знаю, значит, это истина. Поскольку я либо собственным опытом это проверил, либо имею такие источники, которые, ну, не подвергают сомнению истинность моего знания. Фуко в свое время даже целую теорию разработал режимы истинности, который как бы вот опирается на идею социального конструирования этого режима истинности, и как бы это доверие, оно опирается на понятие научный факт, на понятие практик удовлетворенной, который собственным опытом некую мысль проверил, и журналист, который талантливо транслирует это. И что? А то, что мы сегодня называем медийной коммуникацией, на мой взгляд, вообще никакого отношения не имеет к таким словам, как там истина, там прочее, прочее, прочее. Хороший термин появился – постправда. Вот очень точный, на мой взгляд, термин, поскольку вот Марина говорила о том, что разум в состоянии отличить, где мнение, где истина, где, значит, правда, где фейк. Ну, примерно контекст такой был. – Мнение от информации. – От информации, хорошо. – Как действующие законодательства трактуют. – Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, на мой взгляд, это достаточно сложно, если вообще возможно. Да, потому что уязвимость массового сознания перед фейк-новостями очень большая. Ну, как вы можете отличить фотография перед вами фейковая или настоящая? Очень хороший фильм в свое время был, он не потерял свою ценность. «Вэк дэ док» – это когда хвост виляет собакой. Ну, элементарно это делается, да, картинка, на которой демонстрируется, что якобы где-то чего-то там происходит, да, а де-факто это не происходит. Вот, и с этим как бы два варианта. Либо с этим смириться и четко понимать, что медийщина – это одно, а жизнь – это другое. Так, хотя сегодня как бы ни один факт не имеет, как бы, ни одно событие не имеет права на существование, если о нем не говорят, не пишут, не обсуждают, да, если оно медийно как бы не отражено. Или другой вариант. Ну, наверное, стоит обсуждать, а какие вообще есть потенциальные возможности, а дальше уже выходить на идею технологий, как вот отличить рассуждение от некой информации. Ну, опять, что такое информация? Либо научный факт, да, либо четко как-то по-иному верифицированный набор фактов. Но факты сами по себе ни о чем не говорят. Вот есть такое распространенное как бы заблуждение общественного сознания, что факты говорят сами из себя, ничего подобного, говорят за себя только интерпретации. А интерпретаций может быть множество. И современные медийные технологии позволяют управлять интерпретациями. Спасибо. Это уже источник власти. Спасибо. Достаточно непосредственно изложение позиции. Я все-таки за один ваш тезис по фейк-ньюс, фейковым новостям хотел бы зацепиться и предложить нашим спикерам это еще тоже пообсуждать. По мне так фейк-ньюс существовал всегда на протяжении всей истории. И вообще назовите какую-нибудь эпоху, когда их не было. Когда, что такое новости святой инквизиции, если не чистой воды фейки, в которую верила огромная масса людей, кстати, не могла различить правду от неправды. Если у вас распущены волосы, и от вас идет приятный запах, значит вы точно ведьма. А сейчас это эталон красоты. Вот с вашей точки зрения, в чем опасность и есть ли эта опасность? Не преувеличиваем ли мы ее, связанную с фейк-новостями и с фейк-ньюс? И вообще они используются сознательно в достижении тех или иных политических задач? Ну, во всяком случае, преимущественно сознательно? Или это все-таки действительно вот в общем потоке, который в информационном глобальном, который сейчас стал трудноуправляемый, ну, просто вот попадаются так же, как попадались и раньше, чего уж просто стали как-то больше обращать на это внимание. Но они не являются таким, скажем, сосредоточением зла в политической борьбе, в политических каких-то замыслах. Вот так вот пространно сформулировал. Попробуйте конкретизировать для нас, для зала вашу позицию. Я просто сразу замечу, Леонид, хочется насторожить аудиторию, что преувеличивать эту опасность никак нельзя, потому что ровно месяц назад, ну, почти ровно месяц назад, 24 января, в первом чтении был принят федеральный законопроект о наказании за новости, которые будут сочтены фейковыми, и при этом, значит, выражение неуважения к государственным органам и государственным символам. Поэтому я хочу призвать к сугубой ответственности в наших рассуждениях. В каком-то смысле я про это и спрашиваю, не слишком ли мы преувеличиваем? Мы? Ну, мы, вот я, например, совершенно нескоро преувеличивать опасность конкретно для себя. А может, действительно, это все-таки злонамеренные какие-то умышленные действия, связанные с производством фейк-ньюса, тогда да, тогда и действия законодателям как-то можно понять. В общем, давайте тогда с вас начнем или... Я могу начать реагировать. Фейк-ньюс сегодня стал, конечно же, передовой мировой политики. И это один из самых передовых и востребованных инструментов на международной арене. Государства, альянсы, различные группировки с друг другом, ну, государственные группировки, я имею в виду, с точки зрения элитных каких-то раскладов, они, конечно же, с друг другом сегодня борются не в формате реальной войны, а в формате, прежде всего, фейковых событий. Когда мы говорим про фейк-ньюс, это не только то, что опубликовано в какой-то газете или в каком-то аккаунте, это конструирование события прежде всего. И часто события... Ну, вот на нашем профессиональном языке уже появилась такая шутка, что вообще не важно, что происходит. Важно, что создается и что потом ретранслируется. Это такое... В профессиональной среде это и самоирония, и сарказм, и в какой-то степени боль, потому что все мы выросли в классической университетской школе, когда для нас, конечно, объективность и факт-чекинг были топовыми ценностями. Но то, что мы видим происходящее в международных СМИ, мы видим, что очень много придуманных событий, искусственно придуманных, они искусственно взращиваются и искусственно, соответственно, дается трактовка. И в этом смысле Татарстан сегодня находится в безопасной зоне. У нас пока нет истории про фейк-ньюс. У нас есть какая-то неправильная, ну, не то, что неправильная интерпретация, какая-то кривая, односложная, упрощенная интерпретация событий. Есть сгущение каких-то эмоций, да, такие манипуляции на уровне первоклассника. Когда первоклассник пытается подействовать на своих родителей, допоздна посидеть перед телевизором или не скушать кашу, да, вот он такие манипулятивные приемы использует. У нас это вот примерно пока на этом уровне. Но все, что происходит на международной арене, когда вводятся санкции, например, против России, не обсуждая, хорошо это, плохо, кто там, как поступает, мы понимаем, что для того, чтобы обосновать какую-то политику в отношении России, используются специально сконструированные события, они освещаются крайне выпукло, и это позволяет обосновать какую-то элитную политику в Европе или в Америке для своих граждан, почему они ведут такую агрессивную риторику. Сегодня фейк-ньюс, это прежде всего борьба в международной политике. Еще раз уточните, то есть это борьба с интерпретациями, которые, в общем, что в этом страшного, что каждый интерпретирует события по-своему. Да, но когда мы создаем, когда конструируются события, когда конструируются события, уже не важно, как ты его интерпретируешь, потому что так сконструировано, что весь диапазон мнений укатан в этом событие. Ну, в этом как бы, в этом есть все. Это, да, огромное искусство политтехнологов. Если рассматривать эту профессию внутрь себя, не рассматривать тот общественный эффект, который получается в силу этих мероприятий, да, внутри профессии, это сегодня топовая такая компетенция, уметь конструировать события. И это сейчас инструмент международной борьбы, международной политики. Очень активно используется. Внутри России есть, ну, есть истории, ну, они, скажем так, в большей степени на федеральном уровне, когда разные группы, разные группы борются с друг другом за влияние, за то, чтобы реализовывать какие-то истории. Они, конечно же, сгущают краски, иногда тоже докручивают эти истории как нечто важное. Мы видим это и, например, в протестных акциях, когда организуется некое протестное движение. Ну, не всегда же на протест приходит очень много людей. Ну, приходят люди, там, 100 человек, 200 человек, да. А в политике, преследующие интересы развития протеста, они, конечно же, не могут сказать, что вот на нашу протестную тему пришло 100 человек. Потому что в этот момент они себя дискредитируют. Они вынуждены, вынуждены говорить о том, что пришло несколько тысяч человек, что пришла самая активная часть общества. И это есть такая форма фейк-ньюса. Так, понятно. Да, ну, я, во-первых, считаю, что мы сейчас тоже стали свидетелями манипуляции. В каком плане, да? То есть смещение акцентов. Оказывается, у нас фейк-ньюс занимается там международные какие-то, международных вопросов, другие государства, кто-то конструирует. Это, безусловно, имеет место быть. Но мы с вами должны, наверное, обсуждать все-таки нашу страну. И на самом деле большая проблема как раз то, что не само по себе существование фейк-ньюса, а когда фейк-ньюс становится государственной политикой, понимаете? То есть вот я считаю, что по этому закону надо штрафовать в первую очередь правительство Российской Федерации. Вот вы вдумайтесь, правительство Российской Федерации три года нам заявляло, что он снижается прожиточный минимум в стране. То есть мы все с вами ходим в магазины, мы видим, как все растет, растут тарифы, цены, все-все-все растет. Но правительство Российской Федерации три года с таким упорством говорит, что нет, прожиточный минимум снижается. Следующий год опять снижается. Разве вот это не проблема? Вот это самый настоящий фейк-ньюс, который стал государственной политикой. То есть вместо того, чтобы признать, что у нас проблемы, что падают доходы населения, что денег не хватает, они занимаются формированием таких фейковых новостей. Но они сами по себе становятся большой проблемой, потому что это уже отсюда следуют все остальные решения. Это финансирование и так далее, и так далее. Вот это большая проблема. И причем, чтобы вы поняли, что я не преувеличиваю, а простой пример. Вот недавно сменили главу Росстата. И перед этим он подвергся критике, его критиковали за то, что он, оказывается, неправильно считает доходы населения, что у нас реальные доходы населения снижаются. Его покритиковал, значит, вице-премьер. Вдумайтесь, да, то есть не правительство там обсуждает, боже, что же делать, у нас три года там, хотя не три года, уже пятый год, по сути, падает, да, реальные доходы населения. То есть что будем делать, катастрофа? Нет, они говорят, слушайте, вот этот парень неправильно считает. И следующий, конечно, он будет как раз нам уже фейк-статистику, она и так статистики, вы знаете, не уверен, что... Ну, пересекаясь здесь в чем, вопрос все-таки, в данном случае речь идет о фейковой информации, то есть заведомо сконструированной, ложной информации. Либо это вопрос интерпретации, ну, в данном случае разные методики, да, по которым считает статистика. Понятно, что тут разные методики можно применять, разный результат получаете, дальше его методика, это уже интерпретация некоторая попытка. Вот я не знаю, можно назвать. Вот здесь сидит в зал, кто-нибудь верит, что за три года прожичный минимум в стране у нас снизился, что стало что-то дешевле вообще. Сейчас, анна Ремарк, это говорит человек с последней моделью айфона. Чтобы мы говорили про снижение реальных доходов, мы должны просто представить, человек, рассуждающий о снижении реальных доходов, имеет последнюю модель айфона. И айфона. Вот даже айфон не имеет это значение. Нет, это не имеет значения. Я объясню, почему. Потому что тот же айфон за три года тоже вырос в цене. Понимаете, это не имеет значения сейчас, какой у меня айфон, или какой у него айфон. У меня, кстати, старый. Ну, я знаю, подменил, пришел, благо есть айклаунд, быстро перегнал. Вот, на самом деле, то есть это не имеет значения, у кого какой айфон. Вопрос же в том, что все растет. Если все цены растут, то не может прожиточный минимум снижаться. Вы поймите, в смысле, скажите, пожалуйста, вот аудитория, уважаемая, имеет ли значение, такая модель телефона у политика, когда он рассуждает о доходах населения. Имеет это значение или нет? Если он с кнопочным телефоном, старой модели, рассуждает, там, о снижении доходов, это одна история. А когда он рассуждает с последней моделью айфона, ездит за рулем, айпад, айвот, все признаки успешного человека и рассуждает о снижении реальных доходов. Я учился в этом университете, во втором здании. В моей молодости можно было припарковаться вокруг университета вообще везде. Вот когда у меня появился АК, вы не знаете, такая машина была маленькая, смешная, вот, сейчас ее давно уже не производят, на третьем или на четвертом курсе, я мог припарковаться везде. А сейчас негде припарковаться вокруг университета. Я так вопросу о снижении. А какое имя им дела о регуляции, друзья? Мы все немножечко расслабились и забыли о строгости формулировок. Это называется чистая демагогия. То есть, если у тебя, вот, я это имя, я должен был сюда в рубище прийти, и тогда я могу. У меня даже не айфон, поэтому я могу сказать совершенно, да, об этом откровенно. Понимаете, я думаю, что большинство присутствующих просто не понимает, что такое прожиточный минимум, и о снижении или повышении может создаться превратное представление. Если прожиточный минимум повышается, понижается, то это хорошо, то есть наоборот. На самом деле, мы знаем, что Деголь не был бедным человеком, скромно говоря, но при этом он сделал Пятую Республику, в общем, достаточно преуспевающей. мы не требуем от Путина, чтобы он оделся в рубище и вместо своего кнопочного телефона пользовался наскальными табличками, хотя в области нашего законодательства именно такое впечатление иногда и возникает. Мы хотим, чтобы мы все, вне зависимости от наших политических убеждений и от наших контрактов с властью, мы все хотим, чтобы власть была вменяемой и чтобы меры, которые она принимает, удовлетворяли значительно большему, как можно большему количеству населения, интересам. Вот и все. При этом требовать от политика от представителей коммуникационного бизнеса, чтобы они были бедными, это неправильно. Это значит, их дешевле купить просто. Правильно? Вот это все, что я хочу сказать, возможно, это будет общепримиряющим. Согласен, пиашки владельцев манипуляций должны получать крайне много, как гонорар. Но, видимо, не удается пока, да? Ну, не так, как, скажем так, оппозиционная партия. Так, подождите, вы либо сейчас примеряетесь, либо снова разжигаете этот пошаг. Нет, поэтому я и сказал в самом начале, что мне жалко, что нет представителей Единой России, мне было бы интересно посмотреть, как представитель теории Дарвина реагировал бы на того и другого. А в данном случае мы... Нет, на Единую Россию я бы реагировал только с обожанием. Им так хорошо вместе. Я тогда, если позвольте, вам тоже этот же вопрос адресую. все-таки, где, с вашей точки зрения, начинается фейк-ньюс, а где он заканчивается? Если так уж совсем упростить его, совсем, что называется, свести до земли, да, конечно. Вот, на мой взгляд, совершенно верно коллега обозначил, есть понятие конструирование событий, вот как социолог скажу, что есть целая теория, концепция такая, называют социальное конструирование реальности. Да, и в этом смысле то, что мы называем реальностью, это не совсем то, что как бы реальность природных каких-то событий. В общественной жизни очень многие вещи так или иначе сконструированы. Можно конструировать интерпретации, можно, но фейк-ньюс сегодня это технология конструирования некоего псевдофакта, псевдо событий. Я не случайно сослался вот на фильм, кто не видел, наверное, уже советую все-таки посмотреть, он очень такой образный здесь, называется, когда хвост виляет собакой. На ровном месте в целях отвлечения скандала сексуального с президентом США создается война с Албанией. На ровном месте, на экране телевизора. Знаете, и это становится событием, которое в реальности не существует, но медийно существует. Это было всегда в истории. Всегда конструировалось нечто, что потом отвлекало внимание и уводило агрессию в сторону какого-то народа, деревни. Согласен, согласен. Но сегодняшние средства массовой коммуникации породили новые технологии, которые делают это гораздо более эффективным, гораздо более убедительным, и фактически размывают границу между некой физической реальностью и реальностью социальной, медийной. В свое время был такой знаменитый канадский социолог Маршал Мак-Льюин, у него было совершенно гениальное выражение «medium is the message». «The message». То есть медиа, то есть сообщение и есть сам сообщающий. Вот тот, кто как бы озвучивает, в данном случае озвучивает не обязательно словами, да, видеосюжетом, фотографией, что якобы некое событие произошло и есть его содержание. И мы не знаем, не прибегая к специальным каким-то возможностям, которых у рядового читателя, потребителя информации нет, отделить, где перед нами фейк-событие, а где реальная фотография реальных людей в реальных обстоятельствах. Понимаете, вот сколько раз ловили белые каски на том, что там химатака это снимок какой-нибудь десятилетней давности, который просто из другой даже страны, но который преподносится как событие произошедшее допустим там в Сирии и отличить это, назовем так, широкая аудитория не может. То есть обратиться к каким-то там экспертом возможности нет, обратиться к каким-то технологиям, я не знаю, там технически как это отличить там фотографию сделанную там условно говоря с применением фотошопа какого-нибудь у простого человека как правило нет, а самое главное ему это и не особо интересно, вот опять же тут говорили миссии некой работников медийной сферы, а кто сказал вообще, что аудитория жаждет правды, как там еще у Пушкина всех низких истин нам дороже нас возвышающий обман, да, а люди потребляют, на это есть спрос, парадокс в том, что на фейк, потребители фейк ньюс это не только жертвы этой манипуляции, да, но они жаждут этого, есть спрос выраженный на подобного рода, но есть спрос на сплетни, как вот тут сказали, что там у кого-то запор, да, и он поэтому подписал какой-нибудь закон, есть готовых куча людей, которые именно это и хотят узнать, именно это и жаждут прочитать, а уж если им фотографию покажете на эту тему, они вообще счастливы будут, они даже деньги готовы платить за подобного рода фейки, вот поэтому я употребил слово постправда, мы живем в эпоху некой постправды, где то, что мы называем истина, дополнена вот этой самой ложью, да, фейковостью, так и они друг с другом составляют вот эту медийную реальность, в которой мы сегодня живем, плохо это или хорошо, отдельная тема, как бы давайте говорить о границах функциональности и дисфункциональности этой ситуации, в какой степени как бы это ну каким-то образом решает какие-то задачи, связанные там с общественно-экономической жизнью, в какой наоборот она там ломает какие-то там ну позитивные решения там и прочее, прочее. Вот это на мой взгляд фокус обсуждений должен быть. Просто, ну как такое морализирование, да, оно непродуктивное. Спасибо. Кстати, вот раз уж вспомнили про айфоны, а вообще у кого айфоны взяли. Ну не стесняетесь? Ничего, с благосостоянием-то. Нормально, да? А мы говорим, а край, что-то не целевая. А прожечь, что-то не спрашивай. Айфоны же. Не целевая, Дети, да? И те люди, которые сами себе на жизнь зарабатывают. Ну, ладно, чего уж, спросил-то. Не, если вы хотите возразить, возразите, конечно. Я же тоже немножко манипуляциями занимаюсь. Так, кстати, есть ли вопросы? Потому что так много наших гостей обращались к залу. Зал деликатный, интеллигентно молчал так. Да, чего уж мы, да, потом скажем. Есть, что спросить? У вас был вопрос? Ну, хорошо, возразите. Я микрофон вам передам. Сама зарабатывается, она же. И к ней уместно применить слово прожиточный минимум. Вопрос, мнение, возражение. То есть, что есть сказать, то… Легкое возражение, потому что я думаю, что здесь, наверное, уже детей мало, кто сидит, да, третий курс, четвертый, и поэтому мы, наверное, уже можем немножко оспорить прожиточный минимум и то, что мы не дети, и вполне уже обеспечиваем себя сами. Ну, как минимум, половина из нас, я надеюсь, да? Ну, раз так, то вы не правы. Раз есть возможность для студентов самим себя обеспечивать, это говорит о том, что не так уж плохо все. Нет, прожиточный минимум это вообще по другому не надо работать. Ну, вот вы поймите, это набор товаров, минимальный набор товаров, чтобы человек существовал. И если цены растут, он не может снижаться, вы понимаете? в этом я согласна. Да, вот у меня он был 500 рублей в первый месяц проживания в городе Казани. Мой личный прожиточный минимум был 500 рублей, я прожил целый месяц на 500 рублей. Потом, когда папа приехал из Челнов, спросить, ну, как дела? Я говорю, ну, буквально, ну, не умер. А в каком году это было? Это был 99-й, не с 9-й. Стоимость рубля была немножко другая? была другая, да, но жили вот на ровно те 500 рублей, те, которые были. Может быть, не так прикольно, там айфонов не было, там машины не было, сигареты курили, как бы двоих там одно. Интернета не было. интернета не было. Не, был, кстати, интернет. 98-м году у нас уже был интернет. Я бы хотел… Стоил денег. Стоил денег? Не, в библиотеке, университете он стоил бесплатно, надо было просто очередь отсидеть. Я несколько, несколько историй, если… У вас вопрос или как? У меня, во-первых, первое замечание. Давайте сейчас послушаем, а потом… Да. Вот по поводу айфонов, вот к аудитории. Кто из вас брал айфон в кредит? Вот это очень важно. Ну ладно. Поднимаем руки. Не стесняемся. Мы никому не расскажем, мы просто покажем на универ ТВ. Давайте. Не понял. Когда два человека берут айфон. Вы хлеб купили, может быть, в кредит? Почему айфон и хлеб стали там… В прожиточном минимуме речь идет о неких минимальных потребностях. Айфон же не относится к категории минимальных потребностей, учитывая, что аудитория не в кредит покупала айфон. В микрофон. Нет, вот заметьте, он сам приплел айфон к прожиточному минимуму, а сейчас вас обвиняют, что вы говорите про айфон. Поняли, да? Поговорить хочу. А опытнейший манипулятор? Коварный. Когда мы вообще говорим о том… Кто придумал айфон к прожиточному минимуму? Кстати, манипуляция – это заразно, поэтому не подходите. Когда мы вообще в целом говорим о доходах, мы должны пояснять. Вот, к примеру, говорим мы… Вот этот человек взял… Вот у него есть айфон, айфотч, айпад, есть машина. А вот он это сам купил или он взял это в кредит? Это на самом деле сейчас очень важно. Если он взял в кредит, он сам это купил, просто… Это деньги банка. Ну, а… Не, резонный вопрос. Я понимаю вопрос о закредитованности населения. Останет ситуация просто чудовищная. Вот, ну, мы здесь, конечно, увидели мало рук, и это хорошо, что это так, что, ну, такая ситуация здесь… Классический манипулятивный прием – не ответить на вопрос, а увести в сторону. Ну, а причем здесь… Пусть это будет мастер-классом, по крайней мере. Смотрите, то есть у нас ситуация с кредитами, она просто чудовищная. То есть, если раньше вы вспомнили… Вот даже это буквально стоит посмотреть на улицу, да, то, что у нас на первых этажах расположено. Артем, всего три человека подняли руку, что они в кредит купили айфон. Какая чудовищная ситуация? Ну, не все, во-первых, подняли, кто купил кредит. Во-вторых, мы рады, что здесь такая аудитория. Мы же говорим об нашем обществе, а не только об… А, об эфемерном. Где-то там другое общество. Это для вас оно эфемерно. Они общаются с людьми каждый день. Это не общество. И знаете, как их обманывают? Так, коллеги, у вас вообще собеседник есть. У меня даже был парень код законопроект по поводу микрокредитных организаций, которые госсовет отказался принять. А через несколько месяцев Центробанк выпустил решение, даже цифры совпали. Понимаете? По регулированию. Вот так бывает. Верю. Так, пожалуйста. Вообще, у меня есть вопрос. Вот мы тут обсуждали СМИ и Телеграм. И вот у меня вопрос к вам, к трем сидящим. Как вы относитесь именно к открытым СМИ, к примеру, к Медузе, медиазоны или открытой России, которая раньше называлась МБХ-медиа, и вот как оно влияет на, скажем так, массы? Ну, то есть, я правильно понимаю. Вы назвали сознательно средство массовой информации, которое оппозиционное. Да. То есть вопрос так и формулируем. Как вы относитесь к оппозиционным по отношению к власти СМИ? Вот так. То есть не будем конкретно упоминать того или другого, издателя, издания. Нет, это прежде всего они должны переживать. У них главный идеолог, их сейчас... Ну, кстати, кстати... ...всех репрессивных реформ, Яровая, на кого работала? Кстати, вам этот вопрос тоже. А как вы относитесь... Вы знаете? На кого? Ну, какие шумы. Вот именно на... Значит... На него? Нет. Давайте на вопрос. Как вы относитесь к оппозиционным СМИ? Вы, соответственно, как относитесь к государственным СМИ? Тогда вам, чтобы было чуть спокойнее. А я сама себе. А вы уж к СМИ, да? Так, к СМИ. Ну, Джонс, для меня нет ни государственных, ни оппозиционных. Для меня есть или интересные СМИ, или неинтересные. Или полезные, или не полезные. Все. И в этом смысле... Медуза мне заходит. Я читаю, а мне интересно. Ну, классные тексты. И на сегодняшний день, пожалуй, это одна из самых качественных журналистик в России. Это Медуза, это правда. Зона медиа заходит с трудом. Я больше читаю самого Смирнова. Он так довольно интересно рассуждает и как бы последовательно защищает понятные ценности. Это интересно. То, что происходит у Ходорковского, на мой взгляд, это неинтересно. Это крайне вторично. То, что он делает, это как бы просто... Когда ты сидишь где-то там далеко, и у тебя очень классно устроенная жизнь, и ты как-то себе представил, что мы тут загибаемся, умираем, тут последний кусочек хлеба доедаем, то ты вот пытаешься эту модель как-то превратить в что-то интересное. Мне это не заходит, ровно потому, что он неискренен, и все, что там делается, оно неискреннее. Вот Медуза чуть больше понимает про людей, и они делают это классно. Даже когда кого-то критикуют, они это делают очень качественно, очень тонко и очень вкусно. Спасибо. Нет, ну я на самом деле ко всем источникам информации отношусь с большим вниманием. Именно как раз меня интересует срез. Поэтому я отношусь внимательно даже к тому, что, может быть, мне, как было сказано, не очень заходит, потому что надо разные срезы информации иметь. Ну, кстати, мне просто искренне поразило то, что про «издалека писать тяжело». Это была почти как цитата. Недавно только Даренко таким спичем разразился, почему он не смог жить за рубежом, почему он вернулся в Россию, он уезжал в Америку в один период. Потому что невозможно писать о России, если ты не в России. Нет, но Даренко надо постоянно испытывать боль. Вот у кулистов, кстати, есть совсем другое. Ленину было очень легко писать издалека про страдания этой страны. Причем дописался и для революции. Проговорился он, проболтался. Я только и говорю, что у нас все зашли. Я? Да. Сейчас перезвоню Даренко и извинюсь. Пожалуйста. А я просто искренне переспрошу. Я не поняла, вы хотите получить ответы о наших политических убеждениях или чтобы мы оценили профессиональное качество этих изданий? Я думаю, все-таки, именно мнение о, скажем так, работе этих СМИ. Я микрофон озвучу, поскольку идет запись. О работе именно этих СМИ или именно тех СМИ, которые выражают некую иную, общепринятую, скажем, массовую, некую такой точку зрения. Второе. То есть, вот те средства массовой информации, которые... Ну, оппозиционные, давайте уж так говорить. Ну, а как может быть... То есть, простите, я, может быть, выражу мнение, которое не все разделяют, но мне кажется, оно абсолютно очевидным. Какая разница, что значит оппозиционные СМИ, не оппозиционные СМИ? Есть СМИ, которые врет по определению, есть СМИ, которые, ну, врет иногда просто потому, что не разбираются. Есть СМИ профессиональные, есть СМИ пропагандистские. То есть, ну, вот, это не показатель оппозиционности, это показатель профессионализма. То есть, вот, с своей точки зрения, так. Там, где ты находишь приличную информацию, значит, СМИ сработало хорошо. Принято? То есть, в категорию профессионализма все-таки ушли. Ну, правильно, потому что... Ну, а какая у меня разница? Ну, у нас популярны выражения, там, либеральная шиза, демшиза, есть вайтники, есть, то есть, ну, множество, да, то есть, вы назовете еще более актуальное определение. А это те, кто верит, потому что, значит, на шапке написано, там, газет «Правда» или газета «Известия», или там «Орган Единой России». Другие будут верить только потому, что там написано «Медиазона» или «МБХ-медиа». Оно сейчас, кстати, так называется. Мы с вами как относимся к человеку, который оценивает качество товара по тому, что написано на обедке? Я думаю, что, ну, как бы, скептически. Скептически можно оценить его будущность, такого человека. Спасибо. И вы, конечно, благодарите наших сегодняшних участников беседы своими аплодисментами. Так получилось, что полтора часа пролетели, а мы вопросы только так, 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 по верхам прошлись. Это говорит о том, что, видимо, мы будем приглашать вас и дальше, и будем стараться развивать эту тему. Тем более, год предстоит непростой, и каждую из тем можно отдельно выводить на дискуссию, и очень много еще нюансов, наверное, услышать, узнать, поспорить, подискутировать. Но все-таки возвращаясь к тому, с чего он начал, чтобы никто ничего не затаил, против ведущего, во всяком случае. Как вам такое, если вот не манипулятор, а политтехнолог, например, мы вас будем называть. Чем отличается политтехнолог, с вашей точки зрения, а политманипулятор? Было ранее очень верное замечание стоимостью контракта только. То есть, как контракты пропишут, так и называется? Кто получает больше тогда? Кто получает больше? Кто эффективнее, тот и больше получает. А что такое? В нашей профессии это достижение цели. Я не очень понимаю, вот в аудитории будущие специалисты в какой области? В связи с общественностью? А есть люди, кто планирует работать в политике? Только вы одна. Понимаете, в политике... Да, пойдите к нам на практику. А потом, через полгода, где-нибудь в октябре, Леонид Григорьевич ответит на этот вопрос. Кто, короче, политтехнолог или манипулятор? Молодец тогда. Пинг-понг раз и сюда переадресовался. Вот манипулятор все-таки, да? Хоть и согласился с политтехнологом. Ну, политтехнолог красивее, согласитесь. Я так не понял, кем он себя чтит. Опять про него. Честно говоря. Политтехнолог это мастер-производственного обучения. Вот на этой красивой ноте, я думаю, мы сейчас закончим, поставим многоточие. И будем ждать следующих встреч. Спасибо всем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова